Сегодня Россия тем или иным образом присутствует на рекордном количестве обложек мировых печатных СМИ. И зачастую изображения в западных изданиях посвящены не столько последним событиям в мире, сколько стереотипам, страхам и устоявшимся представлениям об этой стране. Последний выпуск журнала The Economist изображает Россию в виде медведя, который вот-вот укусит своего соседа. Еще до событий на Украине мы встречали ужасающего вида медведя на обложках номеров, посвященных Олимпиаде, а также много медведей и до этого. Например, это обложка журнала The Economist от 2009 года, посвященная визиту президента Обама в Россию. С начала этого года треть обложек журнала была посвящена Российской Федерации. Россия вернулась на мировую арену. Она вернулась за дворок истории, куда Запад отправил ее в 90-е годы. И события мировой истории еще не закончились. Россия вспоминает не только в связи с ситуацией на Украине. Эта обложка на тему Олимпийских игр получила название «Триумф Владимира Путина». Не совсем понятно, почему на ней изображена упавшая фигуристка и треснувший лед. Но дело не в этом. Потому что главное здесь – российский президент, а вовсе не спорт. Личность Владимира Путина оказалась неиссякаемым источником вдохновения для изданий, писавших о России. Это прошлый выпуск журнала Time. Красный цвет, по всей видимости, должен был сделать лицо Путина очень грозным. Немецкий еженедельник Шпигель предложил свою интерпретацию переговоров между западными лидерами и российским президентом. Но, похоже, издание интересует не только личностные качества президента, но кое-что еще. Торс Владимира Путина продолжает кочевать из одной обложки в другую. И, кажется, это будет продолжаться бесконечно. Из Вашингтона. Гайна Чичикян. РТ.